Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И сегодня нас вместе с вами ждет довольно-таки увлекательное приключение. Дело в том, что я нигде этого не говорил, но, наверное, неделю назад жители начали копать вот это. И это не просто тоннель, и даже не метро, ребята, это самая настоящая шахта. Причем не такая, как вот эта вот дурацкая, которая, кстати, ребята, обвалилась. Вот представляете, первый раз за два года вот эта табличка сработала. Шахту полностью завалило, и теперь заходить туда небезопасно. Даже если я надену на себя вот такую вот майнерскую шапку, ребята, и полное обмундирование. Поэтому про эту шахту мы с вами временно забываем, и переключаемся на вот эту вот огромную офигенную шахту. Но все будет, ребята, сегодня не так уж и просто. Вы не подумайте, мы сегодня не отправимся туда добывать ресурсы. У нас есть задача поинтересней. Жители неожиданно остановили постройку, вот просто в один день. Я к ним подхожу, говорю, ребята, чё такое, почему не работаете? Давайте я вам помогу. И вы не представляете, у них началась истерика. Несколько ребята начали кричать на меня, говорят, ты, дурак, вообще ничего не понимаешь. Да мы в эту шахту больше в жизни не спустимся. Там чертовщина какая-то происходит. Естественно, я в это всё не поверил, ребята, ну потому что какая чертовщина может происходить в шахте. И лучше я сам всё посмотрю, ребята, так скажем, проинспектирую. Естественно, вас я беру с собой. Поэтому надеваем вот эту шапку, ребята, немного увеличиваем наше с вами поле зрения и начинаем наше движение. Очень аккуратно, ребята, спускаемся. Я, если честно, сюда ещё ни разу не заходил. И, кстати, шахта сделана уже действительно лучше. Знаете, вот чтобы обвалов действительно не было, как в нашей прошлой, они сделали вот такие вот подпорки. Это они молодцы. Вагонетка пустая, да, они забрали отсюда абсолютно все свои вещи. Окей, я, кстати, взял с собой факела на всякий случай, ребята. Ну, мало ли, нужно будет что-то осветить. Вот здесь, например, видите, что-то где-то обвалилось. Либо что-то где-то не успели расчистить. Но, как видите, строительные работы шли полным ходом. Они даже рельсы начали прокладывать, но в определённый момент всё остановилось. Окей, будем разбираться, ребята, сейчас вместе с вами. Я надеюсь, мы с вами сегодня докопаемся до истины. Так, о, ещё глубже. Спуск какой-то по лестнице. Ладно, довольно-таки неплохо. И вот здесь рельсы заканчиваются. И вот куда они уперлись, ребята. Так. Вот это интересно. Булыжник или они... Или... Подождите! Наверное, опять случился обвал, и из-за этого они отсюда ушли. Слушай, тут даже ресурсы какие-то есть. Но вот жители постоянно... Ну чё, они не могли как-то обойти этот обвал? Я не знаю. А как-то вот так вот с правой стороны я там знаю, ребята, или с левой стороны... Ой, комнатка какая-то... Слушайте, подождите, так это не обвал получается? Так, может быть, они вот про что говорили? Хорошо, ребята, что я подготовился бы зиле ночного зрения, потому что... Знаете, без него тут было бы довольно-таки проблемно. Так, пузырёк выбрасываем в сторону, ребята, и начинаем всё тут осматривать. Комнатка выглядит довольно-таки, знаете, целой, действительно целой, но очень сильно заброшено. Огромное количество паутины, и, естественно, всё это сопровождается, ребята, довольно-таки неприятным запахом. Вот, точно, я вспомнил. Если вы хоть раз были в своей жизни в какой-то заброшке, в закрытом пространстве, вот запах сырости, ребята, в перемешку с каким-то, я не знаю, глиной, кирпичом, просто один в один. Поверьте мне, в своей жизни я видел заброшек очень много. Те, кто подписаны на мой инстаграм, конечно же, понимают, о чём я. Проходим в соседнюю комнату, и здесь что-то просто-напросто неясное. Рычаги какие-то. Слушайте, вряд ли это построили жители, честное слово, очень вряд ли. Это похоже на какие-то, слушайте, на... Я вот, знаете, точно вот банковские какие-то ячейки или что-то подобное, потому что старого образца двери открывались именно так. Ты вводишь правильную комбинацию рычагов, и вот эта штука должна, в принципе, отъехать. Да, вы сейчас, скорее всего, ребята, в это не поверите, но вот просто можете погуглить. Это работало именно так. Но самое интересное, что никакую из этих комбинаций я, естественно, сейчас не угадаю. А вот здесь, смотрите, тут не хватает одного рычага, так давайте его скрафтим. Давайте его скрафтим. Благо, пол тут из досок, ребята, именно по этой причине мы с вами сможем скрафтить даже просто тысячу этих рычагов. Вот честное слово. Так, у меня заканчивается зелье ночного зрения, поэтому нужно ускориться. Крафтим рычаг, ребята, устанавливаем, я не знаю, давайте поклацаем. Опа. Опа. Опа, ребята. Это что сейчас было? У нас открылся куда-то проход. Так, хорошо. Ладно, всё нормально. Всё спокойно довольно-таки. Очень много паутины и... Ага. Вот почему очень много паутины. Ладно, хорошо. Самое главное, их к себе не подпускать. Тихо, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. У меня, если что, есть золотое яблоко, из них монеты выпадают. Что, простите? Подождите, походу это реально какой-то банк заброшен. Они этими монетами, походу, долгое время питались. Я не знаю, это всё, что мне в голову приходит. Так, ладно, тихо, тихо, аккуратно, аккуратно. Господи. С потолков откуда? Со всех щелей лезут на меня. До свидания. У меня аж мурашки по коже пошли. Очень мало здоровья. Очень мало здоровья. Критически мало хп. Так, ладно, давайте вот этого паука на туда... Э, спускайся. Ё-моё, ладно, руду по себе поставлю. Опа-опа, ё-моё, у них там нора какая-то целая. Ладно, хорошо, ребята. Ещё минус два, и огромное количество монет из них повыпадало. Так, ладненько. Проходим немного дальше. Скелеты какие-то. Это всё довольно-таки жутко. Так-так-так-так-так, проламываем, проламываем, проламываем. Ломаем всю лишнюю паутину. И проходим немножечко дальше. Окей. Ах, тихо, господи, напугало. Просто напугало, тут ловушка везде. Тихо-тихо-тихо, быстро пробегаю. Всё получилось, ребята. У меня сейчас закончится зелье ночного видения, поэтому я быстро подготавливаю себе здесь вот такой вот небольшой плацдарм из факелов. Обалдеть, конечно. Вот это рывок, ребята. Я надеюсь, вы не испугались. Ё-моё, тут вообще темно. Полная жесть какая-то происходит. Окей, я ускоряюсь. Я ускоряюсь, ребята, по одной простой причине. Мне страшно и мне не стыдно это признать. Окей, хорошо, хорошо, хорошо. Я просто расчищаю проходы. Пока ничего серьёзного не происходит. Но пауки, ребята, знаете, меня не так сильно напугали, как вот та растяжка со стрелами. Блин, это просто жесть. Почему там редстоун до сих пор срабатывал? Кстати, у меня есть немного. И монеты у меня, кстати, тоже довольно-таки огромное количество. Библиотека какая-то. И в таких библиотеках, ребята, спавнятся... У меня язык заплетается, честное слово, это не наигранно. В таких библиотеках обычно спавнится огромное количество мобов. И вот этого я и боюсь. Может, ведьма какая-то на меня ещё выйдет. Этого мне ещё не хватало. Будем проводить, ребята, нашу инспекцию. Дурацкое слово. Просто вспомнил, что сказал вам его в самом начале. Подождите, пока мобы не заспавнились, давайте быстро пробежим, ребята, и везде растыкаем вот так вот факелочки. Так-так-так-так-так-так-так-так. И вот в этот потайной уголок в том числе. Это самая обыкновенная библиотека, ребята. Самая простая. Только я не понимаю, мне здесь что нужно сделать? Это всё? Я не поверю, ребята. Там столько всего было интересного, и я не поверю, что охраняли какие-то непонятные книжки. Нет-нет-нет, ребята, нужно осмотреть каждый закуточек. И самое главное, его ещё и осветить. Так, осматриваем всё очень-очень внимательно. И... Да ладно, серьёзно? Я же мимо неё, наверное, раза три пробежал. Я уже вижу, как вы в комментариях пишите. Пиксель, слепой дурак. Не заметил кнопку. Ладно, нажимаем на неё, ребята. И... Очевидно, должно было что-то произойти. И... Господи, боже мой. Это ещё что такое? Нормально там комнатка открылась. Ладно, ребята. Идём очень осторожно. И... У меня даже лука никакого нет. Я не знаю, у меня огромное количество каких-то пузырьков, монет, нитки, какие-то черепа, ребята. Но... Ладно, идём аккуратно на шифте. Почему там огонь? Сколько он там уже горит? Наверное, всё-таки там кто-то есть. Но не просто же так. Аккуратно. Так, а ну всем, всем тихо. Я захожу. И... Свет тут какой-то... Так, слушайте. Ну здесь уже получше. Здесь действительно получше. А, я понял. Это огонь. Это огонь от лавы. И... Свет, кстати, активируется этим рычагом. Так. Ну вот эта комната, знаете, по сравнению с теми, что мы сегодня с вами видели, выглядит поцивильней. Здесь у нас что, ребята? Какие-то кровати. Очень повреждённая наковальня. Какие-то заваленные, опять же, проходы. И в сундуках я нахожу 4 доллара. Ну, не густо, если честно. Не то, чтобы мне сильно нужны были деньги. Но... О, подождите. Ещё немного денег из руды. Вот это здорово. Вот это приятный бонус, как говорится. Не то, чтобы, повторюсь, ребята, я пришёл сюда за какой-то добычей. Мне самое главное, нужно было разобраться, почему жители остановили ремонт нашей новой шахты. Одна копейка 1872 года. Подождите. Это... Сколько лет этому строению? Всё-таки мне кажется, это банк, ребята. Помните, те ячейки, плюс пауки, которые в буквальном смысле плюются монетами? И здесь сейчас какие-то деньги лежат. И... Одна копейка 1872 года. Да, господи. Это... Это просто, ребята, невыносимо. Это... Это... Вы представляете, сколько это может стоить? Я, если честно, не знаю. Я потом у жителей коллекционера какого-нибудь спрошу, но мне кажется, очень много. И здесь, к слову, тоже всё завалено. В остальном... А, вот этот ещё сундук. Ооо! Вот тут уже бодро, ребята. 10 золотых монет, и это монетки более старого образца. То есть, если это старый, ребята, но на ней хотя бы год написан, то это, знаете, какое-то средневековье, судя по всему. Именно примерно такими расплачивались, наверное, там, миллионы, миллиарды лет тому назад. Я в истории, ребята, не силён, но какие-нибудь, я не знаю, там, очень древние люди наверняка расплачивались просто кусками золота. Бронзовые монеты, слитки пошли и алмазная руда. И, судя по всему, ребята, люди, которые вот этот банк построили под нашей деревней, который очень долго скрывался, ребята, и мы с жителями, когда строили шахту, в буквальном смысле его нашли, они даже не знали, как алмазы добывать, потому что, ну, видимо, не было ещё технологии такой в Майнкрафте. Обалдеть, это, конечно, всё очень интересно, но знаете, что мне ещё интересно? Как мне отсюда выбраться, если там, ребята, снова могут заспавниться эти дурацкие пауки и плюс ко всему, там, ребята, вот эти растяжки со стрелами. В общем-то, сейчас я с этим буду разбираться, но пока что я заканчиваю ролик. Если вы хоть что-то, ребята, знаете об этом месте или, возможно, слышали что-то подобное, напишите в комментариях, а также знаете, что напишите? Это очень важно. Как вы считаете, сколько будет стоить одна копейка 1872 года? Я узнаю, ребята, и правильный комментарий, правильный ответ я отмечу своим сердечком, поэтому пишите все свои догадки. 5 комментариев, 10, 20, неважно. А я побегу, ребята. Так, первую растяжку пробегаем и остаются вот эти. Всем удачи и пока-пока.